Охрана военных объектов стратегического назначения, поиск взрывоопасных веществ, задержание военных преступников и патрулирование местности возлагается не только на плечевое служащих, но и на их верных помощников. Кинологический центр 2-го армейского корпуса занимается подготовкой собак, которые также с доблестью несут службу в рядах южной группировки войск. Ежедневно бойцы тренируют своих четвероногих защитников по несколько раз в день, не жалея своих сил. Но у животных тоже есть свойство уставать, хоть у них энергии намного больше, нежели у человека. Восстановить силы после занятий собакам больше всего помогает правильная и содержащая достаточные калории питания. Губернатор совместно с правительством Воронежской области передали корм для собак в кинологический центр 2-го армейского корпуса, дабы поддержать в подготовке новых четвероногих защитников. Собак у нас находится 24 собаки на данный момент. Упор делается на охрану и оборону непосредственно штабов нашего руководства, разминирование, поиск взрывчатых веществ и непосредственно задержание ДРГ. Занятия, скажем, с щенками, допустим, занятия проходят в небольшом количестве, потому что нагрузок особых им давать нельзя. Это примерно от 30 минут до часу. Со взрослыми собаками чуть сложнее и побольше времени. Это примерно от полутора часов общего курса и примерно час-полтора уходит на занятия по взрывчатым веществам. Хотелось бы поблагодарить от всего кинологического центра ЛНР губернатора и руководства всей Воронежской области за предоставленный корм, так как это всегда необходимо для кинологического центра.